Здравствуйте! Какой вклад внес Алтайский край в победу в Великой Отечественной войне? Об этом мы поговорим с известным алтайским историком и краеведом Евгением Платуновым. Здравствуй, Евгений! Женя, по-моему, более 500 тысяч человек ушло на фронт с Алтайского края, и половина не вернулась, да? Нет, тут нельзя так сказать, что 500. Тут просто в зависимости критерии ухода на фронт, когда уходили. То есть, по данным военкомата, ушло на фронт с 1941 по 1945 год, это точные данные известные, 565-772 человека. Даже больше, да? Да, вот. В период с 1941 по 1945 год, именно во время войны. Но по данным нашего историка, военного историка Николая Ростова, Николай Дмитриевич Ростов, посчитал, что еще в довоенный период тоже были призывы, и люди встретили войну на границу. Так мой дед, например, Алексей Степанович Мурашкин встретил войну 22 июня, будучи на службе. Поэтому участников войны с Алтая, по подсчетам Николая Дмитриевича Ростова, 670 тысяч. 700, почти тысяч. Да, да. И вот нужно сказать, отметить, что 9 мая такая сложилась традиция в Омске. То есть, Парад Победы у них начинается с проноса знамен, копий знамен тех частей, пяти соединений, дивизий и бригады одной, которая сформирована на территории Омской области. В XIX веке Омск называли Сибирская Спарта, нас называли Сибирские Афины, но вот по Великой Отечественной войне все-таки мы больше степени Спарта, то есть военный город, давший наш регион, отправил на фронт 15 соединений. То есть 15 дивизий и бригад. Часть бригады стали потом тоже дивизиями. Ну, а по количеству погибших 250 тысяч, да, по-моему? По количеству погибших, по 9 томам книгам памяти, вот, в 90-е годы, которые уходили, в 2010 году 371 фамилия добавилась. Вот, и общее количество тех, кого мы назвали в этих книгах памяти, составители наши назвали, общими усилиями это делалось, 241 206 человек. Сейчас идет подготовка к работе, тоже попытаться назвать еще тех, кого не назвали. Ну, потому что в силу специфики службы, ну, например, вот НКВД, сотрудники управления НКВД уходили около 100 человек, тоже почему-то вот они не попали на страницу. А сколько героев Советского Союза, Салтайского края было? Салтайского края в 99-м году собирали тоже через военкоматы данные по распоряжению губернатора Т. Дашнего Сурикова. 336 фамилий представили сюда с документами и это. Ну, к сожалению, на мемориале у нас после реконструкции 2009 года только 265 фамилий. До этого было 262 героя Советского Союза. И кавалеров полных ордена славы 77 называли, но сейчас еще 5 человек нашлись по наградным документам. До сих пор, то есть, находится. До сих пор. Нынешний проект очень доступный теперь для родственников, и не только для исследователей. Подвиг народа. Проект Министерства обороны и корпорации электронный архив позволяет уточнить вот места призыва и награды многих вот тех, кто это. Ну, надо сказать, что вот, например, Кондратья Савин, он так и не дождался своего ордена славы первой степени. Он умер в 85-м году, а о том, что эта награда ему не была вручена орден славы первой степени, вот, земляки Солонешинского района узнали только в 2002 году. И вот родственникам было вручено удостоверение, а не сама награда, вот в 2002 году. Женя, а сколько героев совершило подвиг Матросова, повторило подвиг Матросова? Раньше выпускался в том числе музеем барнаульским, ну, по инициативе, вот, восемь фамилий называлось, причем не все они герои Советского Союза звание получили, вот, но, опять же, по усилиям микроэведа, в том числе, вот, товарища Орехова из родинского района, он узнал еще одного, кроме Прокофья Авранкова, своего земляка Петра Зотова, вот, он совершил этот подвиг 19 апреля 1945 года, уже в Германии, в Аюе, вот. А самый первый по времени, это 11 сентября 1941 года, офицер, старший лейтенант, исполняющий обязанности начальника штаба полка Степан Клюев, он уходил на фронт из Славгорода, там осталась его жена, а сам он уроженец Локтевского района. Парадоксально, да? Произошло это в Калининской области. Получается, он раньше даже Матросова, да? Да, раньше Матросова. Всем было известно в 1942 году поэма «Баллада о трех коммунистов», где рассказано было, Николай Тихонов рассказал о подвиге наших двух земляков из села Старая Тараба. Иван Красилов, Леонтий Черемнов и Николай Герасименко еще из Кемеровской области, тогда еще ее не было, но Сибирской области. Вот, и они совершили эту бою, разведка боем под Новгородом, вот, и там, в общем, остались. Все погибли, да? Да. Ты говорил о 15 соединениях, да? 15 соединений. Прямо они полностью были сформированы из Алтайской области или сибиряки? Да, они сформировались, в том числе довоенный период. Вот, например, самая наша первая гвардейская дивизия, 107-я тогда стрелковая, потом стала в боях под Москвой она в первой фазе боев битвы за Москву, она стала пятой гвардейской. Вот о всех этих соединениях в 2005 году фронтовики наши, Михаил Титоч Корначев, генерал-майор и подполковник во Ставке, Василий Моисеевич Шелученко, выпустили вот такой вот сборник. То есть, в том числе, с воспоминаниями... Там 15 все соединений названы, весь их боевой путь представлен. Книга, правда, небольшим тиражом тогда вышла, 2000 экземпляров, но она есть сейчас полностью, ее текст в PDF-формате на сайте краевой библиотеки Шишкова, в специальном разделе в Великой Отечественной войне. Эти соединения прошли полностью войну, да? Или там разные судьбы были? Да, судьба была разная, то есть начинали вот 74-я бригада, закончила, например, свой боевой путь, как 56-я гвардейская дивизия, освобождая в том числе Ригу в сентябре 1944 года. Кавалерийская дивизия, 87-я наша, вот из Барнаула ходившая, вот на борзовой заимке там есть пионерский лагерь, бывший ЖКХ работников, вот там есть мемориальная доска, там они формировались. Вот, она закончила войну, как 64-я гвардейская стрелковая дивизия, то есть попав, да, разделив судьбу печальную 2-й ударной армии частей соединений, вот той самой, под Новгородом сражавшейся, вот в Мясном Бару, везде, вот, и остатки ее были с 327-й стрелковой дивизии, и в последующем дивизия получила звание гвардейской 64-й. Ну и подвиг панфиловцев, мы никак не можем обойти эту тему, сколько там с Алтая было? Ну, с Алтая там было, вот, включая Василия Клочкова, вот, шесть человек. Шесть человек, они погибли или кто-то остался жив? Остался жив наш земляк из Каменского района, села Плотниково. А вот ты говорил о героях, героев Советского Союза, они тоже кто-то посмертно, кто-то был, кого-то не убило, и они жили у нас на Алтае, да? Да, у нас жили на Алтае в послевоенный период, вот, например, Николай Нождов, он трудился в родноалтайской экспедиции из Миногорска, вот, в последующем жил в Барнауле, вот, его как бы знали там, знали, здесь вот, к сожалению, имени его не попало на мемориал. Вот, Михаил Машинцев, например, он в Новоегорьевском, даже военкомат районный находился на улице Машинцева, то есть я вообще удивлялся, когда смотрел документы из военкомата 1999 года, то есть военкомат, Машинцева, улица, про него как бы мы ничего не знаем, здесь вот, именно в Барнауле, в Краевом центре. Барнаул, кстати, в свое время пытался создать, несколько было попыток своих всех героев перечислить, это вот была та знаменитая арка на площади Свободы, в последующем вот был мемориальный камень с фамилией, с фамилиями напротив корпуса Пединститута, ну, потом как-то вот отошли, сейчас другая, как бы, формат, это вот на остановках, вот эти вот плакаты к празднику, вот, к сожалению, не все даже, как бы, биографии вошли в энциклопедию Барнаул, ну, в общем, формы разные, увековечения. Нужно сказать, что вот, например, Рубцовское пехотное училище у нас находилось в годы войны, вот, выпускник ее 42-го года попал командиром роты в тот самый 254-й полк, где служил Александр Матросов. И в фильме 47-го года, том самом известном фильме, который, наверное, и служил основой для более широкоизвестной семьи на Александра Матросова, вот, роль Леонида Сергеевича Королева, вот этого офицера, выпускника Руиза Рубцовска, сыграл известный наш актер Михаил Кузнецов. Ну, все мы знаем детскую сказку про солдата в подводное царство, то есть вот это вот его солдатские роли, они идут отсчет оттуда еще. То есть увековечивание памяти и сейчас продолжается, по крайней мере, ты говоришь, что идет работа над книгами памяти, да? Идет подготовительная работа, вот, в ближайшее время, я думаю, все, кто заявил о своем участии, они соберутся и как-то вот обсудят, в каком виде это будет все выглядеть. Это какой будет том уже, не помнишь? Ну, том, я не знаю, здесь будет нумерация или нет, потому что, как бы, мы не имеем права нумерацию, как бы, продолжать, потому что там другой был состав авторский. Ну, будем ждать, будем надеяться, может быть, в этом году даже, да, выйдет эта книга? Ну, я не знаю здесь, как, все зависит от активности. И туда попадут те герои, которых нет в предыдущих книгах. Туда попадут какие-то уточняющие данные, может быть, потому что люди пропали без вести, а мы, как бы, теперь знаем, что они погибли. Женя, большое спасибо тебе за твою работу, такую важную, которую ты делаешь. Удачи, с Днем Победы, до новых встреч. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был известный алтайский историк и краевед Евгений Платунов. Спасибо за внимание, до встречи.